Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Сокращение рабочего дня как предпосылка и результат успешных коллективных действий». Ведет занятие кандидат в медицинских наук Дегдейл Денис Борисович. Напоминаю, что вопрос на форуме можно листочки, запись на сайте. Добрый вечер, уважаемые товарищи! Здравствуйте! Сегодняшнее наше занятие посвящено такой актуальной теме, как сокращение рабочего дня. Мы уже не в первый раз обсуждаем тему сокращения рабочего времени, сокращения рабочего дня. Ну, как сегодня мы выставляем это требование, сокращение до 6 часов. Ну, надо понимать, что это не какой-то предел, так сказать, его же не предише. Это ближайшая перспектива, ближайший ориентир, к которому мы должны стремиться для того, чтобы уменьшить рабочее время и, соответственно, увеличить свободное время работников. Уменьшение рабочего времени обладает, так сказать, своими преимуществами, да, то есть оно является само по себе ценностью. Даже если абстрагироваться от того, каким образом будет использоваться в освобождаемое время. И прежде всего это касается именно рабочих, людей, которые трудятся в производственной сфере, так как именно они подвергаются воздействию вредных и опасных факторов, имеют повышенную физическую нагрузку, интенсивность труда. То есть то, что непосредственно влияет на их здоровье, на их состояние, так сказать, тела и духа после работы и, соответственно, определяет те возможности использования оставшегося времени. Будет ли оно использовано как свободное время или будет ли оно потрачено впустую, так сказать, для того, чтобы как-то расслабиться, минимально восстановить свои силы к началу следующей рабочей смены. Почему мы вновь и вновь возвращаемся к проблеме сокращения рабочего дня, к сокращению рабочего времени? Потому что в практической плоскости этот вопрос не решен. Мы обсуждаем его теоретически. В этой области достигнут крупный прорыв. Как вы знаете, год назад вышла монография под руководством профессора Золотова Александра Владимировича и коллектива авторов, куда входили сотрудники Нижегородского университета. И также принимал участие профессор Попов Михаил Васильевич. Сокращение рабочего времени как основы экономического развития, которая по сути дела дала нам мощную теоретическую основу, мощное обоснование не только необходимости сокращения рабочего времени, но и возможности, реальные возможности сокращения рабочего времени на основе значительно возросшей производительности труда. Также в этой монографии было показано, что несмотря на то, что есть активное противодействие со стороны класса работодателей, со стороны капиталистов, сокращение рабочего времени, тем не менее, в развитых капиталистических странах это сокращение идет не так быстро, как этого бы хотелось. Но, тем не менее, эта тенденция, а ее надо признать положительной, то есть, это положительная линия в развитии, эта тенденция прослеживается постепенно, хотя и медленно, идет сокращение рабочего времени. К сожалению, в большей степени это касается работников, занятых в непроизводственной сфере, а вот для работников, занятых непосредственно производительным трудом, это сокращение происходит медленнее. Хотя именно им, в первую очередь, это время необходимо. То есть, сокращение, если работники непроизводительной сферы, они частично, скажем так, уже живут в свободном времени общества, потому что их труд предполагает элементы творчества, элементы обучения, элементы творчества, а по сути дела это уже и есть, в свободное время. То рабочие, работники, занятые производительным трудом, в основном, конечно, не имеют такой возможности. То есть, их труд более монотонный, и творческих элементов там, в общем-то, немного. Поэтому основная задача, основная задача, это сокращение рабочего времени именно работников, занятых производительным трудом. Мы знаем, что восьмичасовой рабочий день, он не с Луны свалился, так сказать, и не был введен каким-то, так сказать, благотворительным жестом, не был каким-то актом доброй воли со стороны капиталистов. Он был отвоеван в упорной классовой борьбе. Впервые это требование появилось, было сформулировано в 1866 году Карлом Марксом. Но до того, как этот восьмичасовой рабочий день стал реальностью, прошло 50 лет. И мы знаем, что снижение рабочего времени также происходило постепенно. Происходило оно в результате, прежде всего, забастовочной борьбы. Мы знаем, что в начале XX века в результате крупных стачек царское правительство было вынуждено законодательно ограничить рабочий день до 11,5 часов. Правда, это уже отставало от реальной жизни, так как на некоторых предприятиях рабочие добились уже снижения даже до 10 часов на отдельных предприятиях. Опять же, в результате упорной стачечной борьбы. И вот это сокращение, казалось бы, незначительное. С 14-15 часов до 11,5 часов сокращение рабочего времени дало прибавку свободного времени рабочим, которые получили возможность в том числе заняться политическим образованием, принять участие в политической борьбе и организоваться как класс. Безусловно, не стихийно, не самостоятельно, а под влиянием социал-демократической партии. Что произошло в 1917 году, после февральской революции? Восьмичасовой рабочий день был введен явочным порядком на большинстве крупных предприятий. Там, где были сильные заводские комитеты, стачкомы, и там, где администрация оказалась бессильной противостоять этому введению. Но законодательно ввести восьмичасовой рабочий день тогда было невозможно, потому что власть находилась в руках капиталистов и их представителей. Соответственно, Временное правительство всячески сопротивлялось этому, да и Петросовет, поскольку руководство его составляли эсеры и меньшевики в основном, соответственно, тоже препятствовало законодательному введению восьмичасового рабочего дня. Но восьмичасовой рабочий день стал реальностью, и это дало мощную прибавку к свободному времени. И мы знаем, что вот эти полгода, с февраля по октябрь, именно вот этот период времени был как раз периодом созревания рабочего класса России. Именно сокращение рабочего времени дало возможность рабочим принять активное участие в политической жизни. принять участие в формировании рабочей милиции, принять участие в формировании профсоюзов и Совета. После февральской революции отмечался бурный рост рабочего движения. Причем, если мы посмотрим, то в этот период создавались самые разнообразные типы рабочих организаций. Это и фабрично-заводские комитеты, это профсоюзы, это советы рабочих и солдатских депутатов. То есть, эти организации создавались иногда параллельно, иногда последовательно. Но, тем не менее, активность социальная, активность политическая, рабочего класса возросла многократно. И значительную роль возрастания политической активности, конечно, сыграло то, что у рабочих появилось время для того, чтобы заниматься вот такой деятельностью. И результат этого также мы знаем. Мы знаем, что произошла успешная Великая Октябрьская Социалистическая Революция. После чего первым же декретом советское правительство ввело, ну не первым, но одним из первых декретов, ввело обязательно 8-часовой рабочий день. Таким образом, было закреплено крупнейшее достижение, которое оказало значительное влияние на всю дальнейшую историю. С тех пор прошло уже 100 лет. В этом году мы отмечаем столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ну и, соответственно, будем отмечать столетие введения, законодательного введения 8-часового рабочего дня. Ну, посмотрим вокруг себя. За это время многое изменилось. И изменилось, что прежде всего выросло за это время. Далеко шагнул научно-технический прогресс. Производительность труда выросла колоссально. Огромный рост производительных сил. И в то же время мы видим, что сохраняется тот же самый 8-часовой рабочий день. Возвращаясь к монографии Александра Владимировича Золотова, мы можем оттуда почерпнуть тот факт, что при нынешнем состоянии производства, при нынешней производительности труда, для того, чтобы обеспечить средства существования рабочего, достаточно работать 1-1,5 часа в день. Таким образом, мы видим, что необходимый труд составляет из этих 8 часов, пусть он будет составлять 1,5 часа, а все остальное – это труд прибавочный. Таким образом, мы видим, что вместе с ростом производительности труда происходит увеличение нормы эксплуатации. Чем больше прибавочный труд, тем больше труда неоплаченного, тем больше того времени, которое работодатель забирает у рабочего. Почему не происходит сокращение? Понятно почему. Потому что этот прибавочный труд – единственный источник прибыли для капиталистов. И, естественно, есть стремление весь этот труд, все эти плоды научно-технического прогресса использовать для получения прибыли. А рабочим отдавать крохи. Почему же все-таки сокращается рабочий день? А сокращается он не сам по себе. А сокращается потому, что работники, организованные в профсоюзы, в странах развитого капитализма, ведут упорную борьбу как за сокращение рабочего дня, так и за повышение заработной платы. Эти две вещи взаимосвязаны. Потому что, когда мы говорим о необходимости сокращения рабочего дня, мы должны говорить о том, что это сокращение должно сопровождаться как минимум не уменьшением, а повышением заработной платы. Если мы возьмем почасовую заработную плату, то при сокращении рабочего времени, соответственно, она должна повышаться. То есть, тарифы и почасовая плата при сокращении рабочего времени должна повышаться. Это первый аспект. Второй аспект – это рост реального уровня заработной платы, который определяется не только номинальной заработной платой, но и определяется тем, какие товары и услуги может приобрести работник на свою заработную плату. И здесь опять мы видим такую картину, что рост производительности труда используется, опять-таки, только для повышения прибыли. Почему? Потому что мы знаем, что издержки при росте производительности труда снижаются. Соответственно, стоимость товаров и услуг должна непрерывно снижаться. На деле мы видим, что они все время растут. Растут они потому, что мы имеем дело сейчас не с капитализмом, свободной конкуренцией, а с монополистическим, или государственно-монополистическим капитализмом, то есть империализмом. И вот эта прибавка – это есть монопольная прибавка к цене. То есть, мало того, что крадется время, крадется труд, и потом даже те деньги, которые заработаны, они уже расхищаются с помощью монопольных завышенных цен. И поэтому борьба ведется и должна вестись по двум этим направлениям. Как минимум двум направлениям. Третье направление, о котором мы не должны забывать, конечно, это условия труда. Без улучшения условий труда мы также далеко не продвинемся. Но два краеугольных камня – это сокращение рабочего дня и повышение заработной платы. Каким образом можно и нужно добиваться сокращения рабочего времени? Понятно, что добровольно никто не пойдет на это. В нашем Трудовом кодексе записано, что максимальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Но ни один работодатель добровольно сам в трудовой договор или в коллективный договор не напишет, что мы рабочий день сократим вам до 6 часов. То есть, опять, как 100 лет назад, как 150 лет назад, этого нужно добиваться и добиваться с помощью коллективных действий. Теоретические предпосылки для этого есть. И пока, да и в будущем, можно утверждать о том, что противопоставить что-то на теоретическом уровне идеи сокращения рабочего времени нельзя. Нет никаких обоснований, ни экономических, ни, так сказать, иных, для того, чтобы говорить о необходимости увеличения рабочего времени или консервации существующего. Поэтому здесь, так сказать, на этом поле победа одержана сторонниками рабочего класса. Второй момент – это необходимость широкого распространения этой идеи и широкого внедрения этой идеи, то есть, идеи сокращения рабочего дня, во все слои общества. И здесь достигнуты также определенные шаги. Эта тема обсуждается у нас здесь. Эта тема поднималась неоднократно на Российском комитете рабочих. Эта тема всплывает, если вы просто посмотрите даже по сети интернет, периодически публикации на эту тему возникают. Приводятся примеры сокращения рабочего дня в качестве эксперимента, то, что проводилось, допустим, в Швеции. При этом достигнуты были положительные результаты и отзывы положительные, но, так сказать, то, что неприемлемо для капиталистов, несколько выросли издержки. То есть, уменьшилась прибыль. Но прибыль нас в данном случае волновать не должна. Это забота капиталистов, в конце концов. Ну и, наконец, в этом году, можно сказать, знаменательное событие произошло на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в своем выступлении озвучил мысль о том, что обозначил, вернее, не обозначил, а прямо сказал, что восьмичасовой рабочий день – это XX век. А в XXI веке рабочий день может составлять и 4, и 2 часа. То есть, есть предпосылки для сокращения рабочего дня, и это прозвучало, можно сказать, с самой высокой трибуны перед противоположным лагерем. И, опять же, можете найти ссылки на это выступление. Никакого протеста, скажем так, никто по этому поводу не выступил, никто не прокомментировал. Даже Кремль почему-то не отозвался о том, что это частное мнение Максима Топилина и не выражает позицию российского правительства. Потому что, действительно, да, крыть тут нечем. Все экономические предпосылки для того, чтобы сокращать рабочий день, созрели. Но он не сокращается, потому что это входит в противоречие с интересами работодателя. А вот с интересами рабочих это совпадает. То есть, рабочие, как и все остальные наемные работники, они скромно заинтересованы в сокращении рабочего дня. Поэтому распространение этой идеи, то есть, идеологический уровень классовой борьбы идет. И здесь наша задача, если мы говорим о сторонних рабочего класса, всемерно способствовать распространению этой идеи. Потому что, как все новое, то, что нарушает привычные представления, оно вызывает порой протест. Даже у рабочих, к которым мы обращаемся, допустим, почему мы должны работать 6 часов. То есть, 8-часовой рабочий день за 100 лет, он вошел в привычку и кажется, что это чуть не богом данное что-то. Как можно работать меньше? Больше – пожалуйста. И, кстати, идея о том, что нужно работать больше, она, во-первых, активно внушается со стороны работодателей. То есть, они, так сказать, всячески подталкивают рабочих к тому, чтобы работать больше. Но и среди рабочих, да и других работников наемного труда, вот эта мелкобуржуазная тенденция к тому, чтобы работать все больше и больше и больше. И попытаться своим трудом, так сказать, да, чрезмерным, за счет своего здоровья, за счет своего свободного времени, пытаться как-то улучшить свое положение материальное. Ну, как правило, это дает совершенно обратный эффект, потому что, прежде всего, это бьет человеку по здоровью. И такой чрезмерный труд с повышенной нагрузкой, с недостаточным отдыхом, в конечном итоге приводит к тому, что человек начинает болеть. Не говоря же о том, что если и работа связана с опасностью какой-то для себя или для других, здесь, конечно, повышается риск травматизма и, к сожалению, несчастные случаи на производстве. Да и многие вот те аварии, которые мы видим на дорогах, страшные с участием водителей автобусов и так далее, то на железнодорожные пути, то опрокидывание, то выезд на встречную полосу, они напрямую связаны с тем, что люди значительно перерабатывают. Никакого соблюдения тех норм, когда нужно чередовать рабочую смену и нормальный полноценный отдых, не происходит. И это, в общем-то, вершина айсберга. Многие мелкие вещи, которые не так резонансны, они не видны. На самом деле, ситуация, конечно, в этом плане неблагоприятная. Но здесь есть еще один негативный аспект, что те, которые, люди, которые соглашаются работать сверхурочно, соглашаются на дополнительные какие-то вот эти работы, они начинают воздействовать на своих товарищей, которые бы, ну и не хотели бы, да, ну вроде как, так сказать, ты отрываешься от коллектива, ты не хочешь помочь бригаде там и так далее. Да, то есть ты, получается, что человек, который стремится соблюдать трудовое законодательство, который хочет сохранить здоровье свое там, участвовать в жизни своей семьи, развиваться в конце концов, он, получается, чуть ли не враг коллектива, то есть все перевернуто с ног на голову. И с этим тоже нужно бороться. Сокращение рабочего дня надо начинать даже не с того, что мы включаем в коллективные договоры, а хотя бы отказаться для начала от сверхурочных работ. Потому что, когда человек работает месяца 6 часов, там, ой, 8 часов, работаем 12-15, естественно, ни о каких профсоюзных собраниях, ни о каких там коллективных действиях речи быть не может. Ну, доползти до дома, так сказать, как-то отдохнуть немножко и снова на смену. Поэтому мы и говорим о том, что сокращение рабочего дня является предпосылкой для коллективных действий, не только результатом, мы видим этот результат в прошлом, но и предпосылкой. Потому что пока рабочий день такой, как он есть, или длиннее, чем он предусмотрен законодательством, времени для того, чтобы организоваться, времени для того, чтобы владеть теорией, а самой прогрессивной теорией на сегодняшний день является теория марксизма, и никуда ты этого не денешься, ничего другого предложить, так сказать, наука современная не может. То, что объясняет мир и объясняет те взаимоотношения в обществе, которые мы сейчас имеем. Поэтому сокращение рабочего времени имеет решающее значение, в том числе и для вот этих всех вещей, о которых я говорю. Дальше что происходит? Происходит дальнейший рост, дальнейшее развитие науки и техники. И в том числе растет уровень автоматизации. Но пока это, так сказать, больше декларативно звучит, да, то есть, нас готовят к тому, что вот скоро придут высокопроизводительные роботы, которые будут все делать, соответственно, без участия человека практически. Вот недавно совсем, как раз в дни, когда шел Российский комитет рабочих, пришла новость о том, что первый урожай был получен на ферме, на которой люди на поле не работали. То есть, работала только техника и наблюдение за полем осуществлял с помощью беспилотников, которые он управлял оператором. То есть, в любом случае, и комбайнами автоматическими, да, и беспилотниками управлял кто? Управлял рабочий, который, ну, он находился не в поле, а находился в пультовой и все это наблюдал. То есть, все равно участие человека требуется. Просто оно требуется не в такой степени и без применения физического труда, как это было раньше. И для чего планируется использовать вот эти, так сказать, внедрения этих новых технологий, новых роботов? Ну, понятно, для чего. Для того, чтобы уменьшить количество работников. Сократить, значит. Значит, с одной стороны, это позволит уменьшить издержки, да, для работодателя. А с другой стороны, уже сейчас, хотя роботы еще, так сказать, только где-то на подходе там, но вот битва роботов будет в СКК, например, тут. Еще и боевыми роботами нас пугают, что, наверное, будете себя плохо вести. Помню, еще и драться будут, разгонять, может быть, стачки, демонстрации. Но самое-то главное, что придут роботы и вас всех выгонят на улицу. Так что, пока вот дают вам работать, сидите спокойно на своих местах, работайте. Ну, а потом уж, как говорится, не обессудьте. На самом деле, никаких оснований, кроме жадности, так сказать, капиталистов для того, чтобы использовать вот это высвобождающееся время для того, чтобы выгнать на улицу работников, нет. А в интересах рабочего класса, всех людей наемного труда, использовать это высвобождающееся время, то есть, повышение производительности труда, новый виток научно-технического прогресса для того, чтобы сокращать рабочее время. И это позволит сохранить занятость, позволит сохранить рабочие места. Ну, опять же, мы не можем только обороняться. Обороняющаяся армия, она будет терпеть неизбежно поражение. И для того, чтобы противодействовать в том числе и этой тенденции, то есть, тенденции к сокращению численности работников, занятых производительным трудом, необходимо повести наступление именно в направлении сокращения рабочего дня. Так сказать, нанести упреждающий удар. Теоретические и идеологические предпосылки для этого есть. Необходимо переходить к практическим действиям. Каковы эти практические действия? Прежде всего, конечно, это борьба за прогрессивные коллективные договора, в которые необходимо включать норму сокращения рабочего дня до 6 часов. Понятно, что одномоментно это сделать довольно сложно. То есть, надо предусмотреть какие-то переходные этапы, то есть, поэтапное сокращение рабочего дня и увязать это сокращение рабочего дня как с повышением заработной платы, почасовой заработной плате и тарифов, и увязать с повышением производительности труда. То есть, повышение производительности труда на определенный процент должно приводить к сокращению рабочего времени. Ну и еще одним моментом является необходимость фиксации численности работников, для того, чтобы эта численность не сокращалась. При повышении производительности труда и внедрении новых технологий, модернизации производства не сокращалась, а высвобождаемое время использовалось для сокращения рабочего дня. Пока мы в нашей сегодняшней российской жизни имеем немного примеров включения требования сокращения 6 часов рабочего дня в коллективные договора. Впервые этот вопрос был поставлен в Сарове на городском совещании профсоюза защита. Это требование рассматривалось. И в этом году мы имеем пример дополнений в коллективный договор, который исходит от профсоюза «Солидарность», а коллективный договор, регулирующий трудовые отношения коллектива работников АО «НПК» «Уралвагонзавод». Вышла вот такая газета, называется «Вагон и гигант». С этой газетой можно ознакомиться на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии и на сайте Фонда Рабочей Академии. Там она приведена полностью. На первой странице редакторская статья о 6-часовой рабочей смене. Но я бы хотел обратить внимание на вот это вот дополнение к коллективному договору, где прямо сказано о том, первым пунктом стоит, с целью повышения производительности труда на основе научно-технического прогресса и улучшения качества выпускаемой продукции осуществить переход к 6-часовому рабочему дню на АО «НПК» «Уралвагонзавод» без сокращения заработной платы. Вот такой пункт включен в проект коллективного договора. Понятно, что без борьбы, без переговоров, без коллективных действий такие пункты в коллективный договор не войдут. И предстоит упорная борьба, которая начинается с убеждения своих товарищей в том, что это требование нужно выставлять. Первое. То есть нужно в первую очередь получить поддержку со стороны рабочих, со стороны своих товарищей, со стороны коллектива для того, чтобы это требование дальше продвигать. Ну и дальше же, естественно, как всегда при коллективном договоре идет борьба, идет переговоры с достижением определенного компромисса. Но компромисс может быть достигнут только в результате борьбы. Если требования не выставляются, соответственно, никакого движения вперед, никакого сокращения рабочего времени мы не видим. Это, казалось бы, экономическое требование. И требование такое вот утилитарное. То есть мы должны привести в соответствие современный уровень развития производительных сил, уровень производительности труда с длительностью рабочей смены, с подложительностью рабочего дня. Но, с другой стороны, это необходимо для того, чтобы высвободить свободное время. То есть увеличить свободное время. Для чего это нужно? Появившееся свободное время необходимо использовать уже для борьбы за коренные интересы рабочего класса, которые выражают коренные интересы всех работников наемного труда. А коренным интересом является не что иное, как освобождение от эксплуатации человека человеком, к ликвидации капиталистического барьера на пути использования современного уровня развития производительных сил, для того, чтобы обеспечить полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Для того, чтобы создались условия для осуществления этой великой цели и необходимо сокращать рабочий день в первую очередь, как первым этапом, до 6 часов. Необходимо повышение заработной платы, потому что свободное время должно быть материально обеспечено, иначе это не свободное время. Ну и, наконец, это требование должно проводиться в большинстве, а лучше всего во всех трудовых коллективах, для того, чтобы оно действительно стало всеобщим, стало солидарным. И поскольку это большой шаг, это крупное требование, оно действительно может сплотить всех людей наемного труда и, прежде всего, рабочих, помочь организоваться в класс, обеспечить свободное время. А использовать это свободное время нужно, прежде всего, для, опять-таки, для профсоюзной борьбы, для организации коллективных действий, для овладения передовыми теориями, для собственного развития. Путь намечен, и по этому пути надо идти, надо бороться. Это направление прогресса, и я думаю, что на этом пути мы победим. Благодарю за внимание. Вопрос практический. На предприятии ПЕН средняя зарплата 30 тысяч рублей. Это значительно меньше себестоимости рабочей силы. Рабочие вынуждены или работать сверхурочно, или искать вторую работу. Вопрос. Профсоюзу легче, понятнее и правильнее бороться за рост заработной платы на 20% или за сокращение рабочего дня на 1 час? Здесь нет никакого противоречия между борьбой за повышение заработной платы и за сокращение рабочего времени. Нельзя эти требования противопоставлять друг другу. Понятно, что борьба за сокращение рабочего времени, за сокращение рабочего дня не снимает вопрос о повышении уровня реальной заработной платы до стоимости товара рабочая сила. То есть, это требование, оно остается актуальным, опять же, по той самой причине, по которой свободное время не может быть свободным без материального обеспечения. Это первое. Второе. Сверхурочная работа и вторая работа это как раз то, что подрывает возможности борьбы на своем собственном предприятии, возможности борьбы за повышение собственной заработной платы. Потому что начинается с того, что работают сверхурочно и эти работы оплачиваются действительно по повышенному разряду. А потом это уже переходит в принудительное. И работы эти оплачиваются так же, как обычно. А может быть, и вообще не оплачиваются. Здесь у работодателя тактика совершенно простая. Он бросает приманку. Например, изменение условия оплаты труда. Вот как произошло с докерами, например. Когда отменили норму, да, и повысили расценки за, так сказать, проведенные операции. И поначалу, действительно, когда не нужно было выполнять норматив, а чем больше сделаешь, тем больше заработаешь. И поначалу зарплата поднялась. А что произошло потом? А потом стали снижать расценки. И зарплату постепенно, так сказать, вернули на тот же уровень, а может быть, даже и ниже. Поэтому, поскольку вот эти вещи, касающиеся оплаты, они в руках работодателя, выгодно работодателю заставить работать сверхурочно. это удлинение рабочего дня, это то, что описано, извините, в первом томе капитала Маркса, это создание абсолютной прибавочной стоимости. Правильно, Виктор Максимович? Абсолютная прибавочная стоимость. И то, что он заплатит там чуть больше, там на 30%, даже на 50%, это совершенно не важно. Важно то, что рабочий день будет не 8 часов, а 12. соответственно, постоянный капитал будет работать 12 часов. Вот и все. А то, что легче, ну, надо бороться не за то, что легче бороться, как говорится, искать надо не там, где светло, а там, где потерял. Поэтому, борьба должна вестись в обоих направлениях, и это является залогом успеха. Второй вопрос. Приведите примеры кодоговоров. Ну, это я уже, пока они не включены, но тем не менее, так сказать, это борьба начата. Есть пример этих дополнений. Будем надеяться, что товарищи проведут эту линию последовательно до конца и включат. Какова реакция действующих профсоюзов? Ведиспетчеров, докеров защиты на лозунг сокращения рабочего дня до 6 часов. О защите я сказал, поскольку у нас в Нижнем Новгороде проходит семинар по рабочему движению Российский комитет рабочих, то он, как известно, является семинаром фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России, куда входит в том числе и ведущая организация профсоюз авиодиспетчеров. И поддержка, в том числе материальная, в том числе издания газет, обеспечивается вот этими мощными профсоюзами. Поэтому реакция положительная. что касается конкретных действий, мы знаем, что между теоретической идеей и практической идеей все-таки есть не то чтобы разрыв, но есть некий промежуток, который должен преодолеваться волей человека. Потому что сначала приходит какая-то мысль в голову, или мы слышим что-то, но для того, чтобы это стало идеей, то есть побудило к действию, человек должен с этим свыкнуться, он должен подумать над этим, должен принять это в конце концов. Это путь не быстрый, но по нему надо двигаться. Спасибо. Ваше выступающих. Виктор, опять, четыре, пожалуйста. поблагодарим докладчика, поскольку сама тема, конечно, в теоретическом плане она архиважная, поскольку вообще вся человеческая жизнь это борьба за время, так, чтобы дольше прожить, чтобы время было для развития, чтобы время было на занятия семьей, чтобы время дожития, вот у нас с Борисом Николаевичем оно тоже было подольше и прочее, прочее, поэтому это, конечно, безусловно так. Я думаю, что изложение этой темы оно чрезвычайно важно, поскольку мы здесь всегда отталкиваемся от препарирования того, чтобы показать, вот оно время необходимое и вот оно время прибавочное, да, вот там, где ты работаешь, так сказать, обеспечивая себя и дальше, значит, работаешь уже на так называемого собственника и вот оно откуда выходит то, что кризис кризиса, количество миллиардеров все больше и больше и больше и больше и сегодня уже там даже статистика официальная буржуазная признает, что там десяток богатейших людей мира владеют таким же состоянием, как половина человечества, беднейшая поэтому, конечно, эта тема значит, обязательно и для проработки, и для изучения, и для пропаганды, вот сложнее для нас вопрос, и меньше он, я думаю, проработан, в том числе значит, уважаемыми теоретиками, связи это с практической, так сказать, профсоюзной непосредственной работой, потому что, вот вспомните, мы немало времени и лет значит, учили, пропагандировали, сами считали значит, расчет стоимости рабочей силы, да, и даже вот в этой же газете еще раз повторяем и прочее, и говорим, что слушай, вообще, чтобы соответствовать сегодняшним значит, условиям и иметь нормальные значит, возможности воспроизводства рабочей силы и развития культурного, вот необходимые примерно называли цифры 1200 надо иметь на этом зарплату там раскладывали все это дело по полочкам и прочее, 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 и вот сегодня профсоюзный работник, ну, тот, какой он есть, наши вот такие рядовые еще не очень там искушенные в теории ребята это помнят, они на это были нацелены, в том числе мы вырабатывали формулировки вместе, да, что обязательно надо стремиться и включать в коллективный договор требования реального повышения заработной платы, да, вот реального, и дальше различные были ходы там с процентами, с ростом производительности труда и с повышением значит, превышением инфляции там в определенных и прочее, прочее. И вот сегодня, значит, когда средняя зарплата сплошь и рядом, она вот в этих пределах там 30-40, еще в столицах эти цифры, а где-нибудь там в Иваново возьмем там 15 тысяч еще и не устроишься, хрен где найдешь чего-то. И вот сейчас практически кол договор заключать, дай бог, и как вот тут ему перескочить эту вот значит, ступеньку с точки зрения давай мы значит, к 6-часовому рабочему дню будем двигаться. Поэтому я думаю, вот это вот, пока у нас это очень слабо проработано этот вопрос, и скорее всего он, значит, должен относиться я так думаю, не только, по крайней мере, к уровню предприятий, сколько к уровню там тарифных соглашений, отраслевых, и когда у нас будет силой, чтобы давить уже большей массой на уровне значит, отраслей или правительства, или там регионов, чего-то в этом деле. Вот. Относительно ссылок, что вот и Максим Топилин там понимает, или что-то. Я, значит, весьма скептически к этому отношусь, потому что слышал эти теории и ранее, и не только от Топилина, а от предыдущих деятелей, в том числе Зурабова и там Исаева из Единой России. Они-то ведь речь сплошь и рядом ведут о неполной рабочем дне, о сокращении, так сказать, вот этой нагрузки, понимаешь, соответствующим хитрым подходом, что, ребята, ну а средняя часовая это зарплата, она ведь нормальная, да, а то, что ты уж работаешь там четыре часа в день, ну, это тут вот прогресс. Причем это явление очень распространено, особенно вот ну, по Греции, я хочу сказать, я там чаще был и видел. Сплошь и рядом, особенно среди молодежи. Ну, как там? От Ильисиуса спрашиваю, как работает дочка? Да, дочка университет закончила, ну, пока нашла вот себе, значит, она два дня в неделю, ну, там, значит, евро 300 зарабатывает, ей на мороженое, там, на то, на сё хватает, остальное мы, это мама с папой или где-то, и сплошняком, то же самое с сыном, то есть находят где-то чего-то частичное, и у нас примерно так же, так сказать, хотят действовать. С одной стороны, Прохоров, который предлагает, давай-ка мы эту рабочую неделю, 40 часов, снимем эти ограничения, сколько хочешь, только работай там, это самое, пожалуйста. А с другой стороны, сплошняком предлагаются, с одной стороны, варианты, значит, вот этой занятости, так сказать, свободной, как они говорят, или требования, которые любят Миронов двигаться, справедливой Россией, давайте-ка бороться за, значит, повышение среднечасовой оплаты, но при этом разорвем эту связку с 8-часовым рабочим днем, то есть, с него на оплаты, так? И вот, если в такой редакции, вот как ребята записали, с завода, значит, добиться 6-часового рабочего дня при сохранении заработной платы, вот умные администраторы, они их уйдут и, ну, сохранили, почасовая, это она та же, но то, что вы там теперь 6 часов будете работать, тоже есть плюс там, больше людей будет занято, ну, к примеру, но вот, это наши слабости, значит, я думаю, в этом вопросе, поэтому предлагаю отца поблагодарить, так сказать, автора, обязательно проследить за опытом, что там получится на, значит, вольбом заводе на этом, но теоретиков попросить дальше работу связывая с практикой профсоюза сегодняшней, повседневной и еще раз не забыть все это дело увязать со всей нашей предыдущей работой расчет стоимости рабочей силы, так сказать, и конкретные формулировки, которые мы можем предлагать как типовые при заключении коллективных договоров. последний выступающий также я хочу поддерживаю выступление Виктора Аркадьевича, что тема поднятая Денисом Борисовичем важнейшая, вопрос этот ключевой, кардинальный, но меня также как Виктор Аркадьевича мучает вопрос вообще что мы должны сделать как помочь как довести до тех лиц именно до рабочего класса до их организаций профсоюзов чтобы они притворили жизнь это дело но я настроен все-таки менее скептично чем Виктор Аркадьевич более оптимистично потому что я думаю здесь конечно в первую очередь пойдут наши передовые отряды это профсоюз докеров прежде всего морского порта Санкт-Петербурга профсоюз авиадиспетчеров вот уже проводились примеры профсоюза защиты и так далее и давайте вспомним историю коллективных действий ПКТ первого контейнерного терминала ведь выдвигались требования самые разнообразные вот и первые не только повышение заработной платы а по скажем так блокам если врать это улучшение условий труда раз сокращение рабочего дня конечно не было в такой формулировке но там шла речь о выделении дополнительных выходных дней и повышении заработной платы и по всем этим крупным вопросам крупным пунктом были достигнуты определенные достижения это первое второе как известно из практики выдвигая больше чем больше выдвинешь то как показывает практика вот у того же первого контейнерного терминала то есть там ни одной запасовки не было но были коллективные действия запасовочное состояние и всегда работодатель капиталист шел на известный компромисс и вот эти коллективные договора тоже фактически у нас опыт они были скажем так известный компромисс в том числе но если просили повышение на 20% зарплаты по факту было 10 и вот они недавно перезаключили коллективный договор и вот эта идея чтобы было повышение реального уровня заработной платы она реализована ну вот так вот с ног на голову поставлено но она действует то есть я общался недавно с Константином Васильевичем Федотовым он мне так сказать подробно рассказал как это было возвращаясь к требованию сокращения рабочего дня ну да если уже в действующих коллективных договоров у них стоят пункты где дополнительно выделяются дни к отпускам по разным очень много пунктов на свадьбу на жениху на поход в школу ребенка и так далее это уже забито то наверное можно же выставить эти требования сокращения и рабочего дня сохраняем заработной платы ну вот так я согласен конечно практика покажет а наша задача ну она очень простая доводить вот эти вот идеи до максимального количества профсоюзов прежде всего действующих вот тут пример вот это вот так сказать уралвагон завода меня он очень настраивает оптимистично поскольку люди вышли на нас самостоятельно вот эти идеи до них дошли и они сейчас сформулированы уже не просто в газете как пропагандист идея какой-то партии а уже как требование как проект профсоюза спасибо за внимание вам заключительно уважаемые товарищи я хотел бы поблагодарить выступающих и отметить следующие моменты ну если мы вспомним как проходила пропаганда требования повышения уровня заработной платы до стоимости рабочей силы она проходила далеко не гладко да и не говоря же о том что люди которые впервые об этом слышали говорят да вы что какие там 200 тысяч какие 140 тысяч о чем вы говорите ну вот 50 тысяч если бы получали было бы хорошо таких денег никто никогда не даст никто никогда не заплатит то есть это язык вообще не поворачивался какие-то так сказать подобные цифры да не говоря же о том что само само по себе выражение о том что стоимость стоимость товара рабочая сила как бы на языке так сказать не поворачивалась в том числе примеры борьбы да мы видели и со стороны наших товарищей вроде как левых и коммунистов которые выходили и говорили что нет это все это рабочим это не надо жилье не надо капиталистов обеспечит съемным жильем там и так далее что стоимость товара рабочей силы это минимум миниморум то есть это минимум который необходим для физического существования рабочих это мы и слышали здесь в этой аудитории понимаете сейчас вот эта идея о том что стоимость зарплата должна быть приближена к стоимости рабочей силы она уже воспринимается как что-то естественное нормальное и люди готовы это так сказать не только говорить но и включать это до достижения стремления к повышению заработной платы то есть есть какая-то определенная планка эта планка установлена к чему мы можем стремиться к повышению при требовании повышения заработной платы в том числе потому что было теоретическое обоснование были сделаны расчеты стоимости товара рабочей силы что мы не просто так а вот мы хотим чтобы нам повысили 20-30% почему повысили потому что столько стоит наша рабочая сила поэтому мы и требуем то же самое и здесь теоретически есть обоснование то что производительность труда позволяет сократить рабочий день с сохранением или повышением заработной платы и это требование сейчас естественно оно вышло на первый план это не значит что мы сняли предыдущее то есть сняли требования повышения заработной платы нет но это требование уже скажем так не нуждается в том чтобы его так вот широко пропагандировать его просто нужно уже включать его надо использовать а вот требование повышения требование сокращения рабочего дня оно еще требует разъяснения оно требует того что оно действительно проникло в массовое сознание и стало для людей привычным и стало тем что действительно люди должны осознать необходимость поэтому вот на данном этапе такое внимание этому требованию уделяется не снимая безусловно требования и повышения заработной платы то что касается неполной занятости здесь я согласен том что действительно отчасти сокращение рабочего дня связано с неполной занятостью но здесь тем не менее понимаете мы не обязаны так сказать принимать вот эти даже высказывания в том плане в том как тот смысл который вкладывает работодатель мы должны использовать своих интересов в том числе и вот такие может быть немножко неосторожные высказывания со стороны представителя колосса работодателей да может быть он имел ввиду сокращение неполной рабочий день а мы имеем ввиду в интересах рабочего класса именно сокращение рабочего времени ну и наконец действительно практика должна показать примеры того как это будет включаться здесь это вопрос не теоретика это вопрос уже непосредственной работы в профсоюзах и здесь конечно необходимо участие партии рабочего класса непосредственное вхождение в профсоюзы но эта идея должна быть в том числе и в головах сторонников рабочего класса коммунистов для того чтобы мы это было нашим убеждением для того чтобы мы это могли донести до товарищей рабочих на этом пути мы и идем спасибо не здоровь объявление следующее занятие через неделю тема занятия всемирная корректа великой пролетарской революции идет занятие профессор Казенов Александр Сергеевич 30 четверг а и объявление пожалуйста сколько вопросов уже задавались напоминаю что 7 ноября приближается поэтому значит известно значит политическое мероприятие митинг концерт 6 числа 6 числа во дворце культуры железнодорожников Тамбовская улица 63 значит билеты Иван Михайлович должен был получить организацию двигаться вперед значит 18 часов 6 числа 6 понедельник выходной день выходной день это хорошо значит с демонстрацией митингом пока непонятно непонятно потому что заявки поданы пока так сказать пробу и вен переговорить по Невскому и на Дворцовой соответственно сопротивление встречается ответное поэтому наверное к следующему занятию ясность будет более-менее поэтому всех приглашаю на концерт и на спасибо четверга спасибо 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 Продолжение следует...